Российская академия живописи вояний и зодчества в разных жанрах, в станковой живописи, в сюжетно-тематической картине, в портрете, пейзаже и натюрморте, но предпочтение все-таки отдают пейзажу. Именно в этом жанре наиболее полно проявился талант и мастерство автора. Полотна художника отмечены поэтической одухотворенностью, композиционной ясностью и колористической гармонии. В мотивах русской истории художник намеренно уходит от частностей, ищет общечеловеческие черты. Автор стремится композиционно, ритмически, эмоционально выделить центральные персонажи и подчеркнуть смысл и значимость сюжета. Поэзия повествовательного ритма роднит работы молодого автора с полотнами мастеров русской школы исторических живописей во всем их многообразии. Карандашные зарисовки, наброски и этюды с натуры являются важнейшей частью творческого метода Семена Кожина, родником, из которого проистекают его монументальные произведения. А позже художнику придет осознание воздействия исторического процесса на современность, понимание неразрывной связи прошлого и настоящего. И вот сегодня у нас в гостях москвичка, добрая знакомая Семена Кожина, которую сейчас приглашу к микрофону. Это доктор юридических наук, старший научный консультант Инэбрика Наталья Зиславовна Ичистова. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие гости этой выставки. Мы очень рады здесь сегодня быть. И я в первый раз оказалась в Коломне по такому приятному поводу и успели бы немного пройтись по городу. И, честно говоря, мне кажется, город настолько красив, что проведение таких выставок является очень гармоничным. И вот эта выставка Семена, она действительно, по-своему, уникальна. Я так понимаю, что это не первая выставка в городе, но, тем не менее, в таком объеме, наверное, она проводится впервые. Даже при всем богатстве художественной жизни Москвы, деятельность Семена, его выставки уже сейчас занимают совершенно особенное место в культурной жизни даже столицы. И художник совершенно молодой, но, как вот видно по его картинам, мастерством, оно как бы вот опережает его возраст весьма значительно. Я вот не профессионал-художник, но мне иногда кажется, что если бы вот его картина оказалась в залах Тресковской галереи, среди полотен там Левитана на выставке, может быть, или Репина, то иногда вот трудно было бы даже сказать, что кому принадлежит это полотно. И Семен, действительно, как было сказано, в основном пишет пейзажи и пишет их в стиле русской реалистической традиции. В наше время очень много художников уходит в абстракции, в поиск каких-то новых форм. И далеко не всегда, особенно молодые художники, оказываются приверженными вот такой старой русской традиции. И, наверное, это особенно ценно, когда мы видим, что Семен вот с такой последовательностью, с постоянством, он не уходит в какие-то боковые ответвления, он продолжает работать в своем вот этом избранном ключе, постоянно совершенствуя свое мастерство. И когда смотришь на его пейзажи, мне кажется, особенно зимние его пейзажи, просто совершенно необыкновенные, и иногда вот чувствуешь вот этот хруст снега, вот этот мороз, даже как-то холодно становится иногда, когда смотришь на эти картины. Они настолько правдивые, они настолько естественные. И лилии его пейзажи, и это все вот наша русская жизнь, это русская действительность. И через эти картины как-то еще больше, конечно, понимаешь, насколько красива наша природа, насколько много замечательных, совершенно чудесных мест, которые хочется поехать, увидеть еще после этого своими глазами. Семеном познакомились в Китае, я вот работала там несколько лет, а Семен организовывал там свою выставку. И должна сказать, что и за рубежом уже его творчество вызывает очень большой интерес, и этот географический охват очень широк. От Азии до Америки и Европы его картины покупают, на его выставки приходят, издаются его прекрасные альбомы, и мы можем увидеть сегодня здесь тоже его альбомы. Я очень рекомендую их приобрести, потому что они полные, они отражают там не только саму творчество, но и историю создания отдельных картин. И я думаю, что от встречи с этими полотнами, после еще, конечно, кажется, может еще поподробнее посмотреть, увидеть, знаете, что-то свое, но мне кажется, остается такое вот очень теплое чувство, какой-то новый взгляд, который не позволяет нам погружаться за дня в день в какую-то суету, в проблемы житейские, которые, конечно, неизбежны, но тем не менее, мне кажется, через замечательные эти картины какая-то легкость, такая бытия приходит, тем не менее радостная. Я хотела бы пожелать всем такого доброго настроения, какого-то поиска даже своего творчества, потому что он всегда округляет, помогает жить. А Семену, конечно, еще в многих выставках, и здесь в Коломне тоже продолжать, и успешного творчества. Спасибо. Необычен подход художника к решению каждого нового полотна. Так, среди пейзажей мастера есть и документальные образы, фиксирующие архитектурные мотивы, и живые, воздушные, гармоничные виды природы, и философские, полные глубокого смысла композиции. При всем разнообразии этим пейзажам присущи общие черта. Художник старается передать не только впечатление от увиденного, но и пережить его, найти и отразить мнение о природе, создать ее интеллектуальный портрет. А в портретных работах проявляется исследовательский интерес психолога. В них также можно проследить и связь с историческими картинами художника. Здесь чувствуется и тщательный подход к деталям, и декоративность, но одновременно присутствует гармония и эпичность. Сейчас я хотела бы предоставить слово колоннской молодой художнице Ирине Вадимовне Артамоновой. Пожалуйста. Ирина Вадимовна, молодой художник. Уважаемый Семен, во-первых, колоннские художники поздравляют вас с открытием такой замечательной, очень глубокой, очень серьезной выставки. И нам, конечно, очень полезно и очень интересно покопаться в ваших работах, поизучать, как вы кладете мазок, каким образом вы передаете образ. И очень еще здорово, что вы обращаетесь к историческим работам, и это действительно наша история, это то, из чего действительно можно черпать вдохновение. То есть нескончаемо такая сфера, действительно, вот обращаясь к истории, да, и вот всегда можно находить какие-то сюжеты и образы для своих, для этих работ. Поэтому здорово то, что вот именно школа, да, Ильи Глазунова, то, что мы можем ее вот увидеть в стенах дома Озерова, да, это немножечко другая школа, да, не только какой мы привыкли здесь в Коломне, вот, но это очень здорово, потому что проходит такой обмен опытом, да, и мы можем тоже что-то для себя перенять. То есть какой-то вот такой вот подход к произведениям образовательного искусства. Так что я очень рада, что у нас открылась такая выставка, и желаю вам дальнейших успехов в вашей работе, и рада, что действительно вот вы не отходите как бы от традиционной школы живописи, да, вы ее продолжаете, и то, что это действительно вот не заканчивается, так скажем, потому что действительно можно получить какие-то знания, да, вот о традиционных приемах, да, живописных. И, как бы, значит-то, ну, да, их как бы отбросить, да, как многие художники делают. А вы действительно продолжайте, и это все живет дальше. Спасибо. Живописец Семен Гожин, личность широких интересов, его внимание к самым разным сторонам российской жизни, увлеченность философией, литературой, историей, близость к художественным кругам противоположных направлений, делает его фигуру интересной с точки зрения социального и художественного аспектов культуры России. Как он сам говорит, мною руководит желание заниматься таким творчеством, которое говорило бы правду об окружающем мире. Любое изображение субъективно, но я надеюсь, что мне интересно, во что я верю. Я делаю то, что я верю. Поэтому стараюсь найти необычные мотивы, темы, много езжу, читаю, смотрю. Ну вот, я думаю, уже пришло время пригласить сюда самого автора, поговорить с ним, задать ему вопросы и услышать все это из его уст. Я приглашаю Семена Гожина на сцену. Вот я его процитировала, теперь мы будем из-за самого вам прослышать ответы. Значит, сначала я несколько вопросов, с вашего позволения сама задам. Если в ходе беседы у вас родятся какие-то тоже вопросы, то мы будем с удовольствием их тоже задавать всем мероприятиям. Ну, начнем. Первый вопрос. Что служило вдохновением для вас раньше и что сейчас? Если можно говорить, а раньше и сейчас вы настолько молоды. Я думаю, что вдохновением служит прочитанная, то есть это может быть как прочитанная книга или что-то увиденное в жизни. Также может вдохновить творчество другого художника или музыканта. То есть, в самом деле, есть спектр того, что может побудить какому-то впечатлению или творчеству, он очень широк, поэтому, ну, как раньше, так и сейчас, черпают и из-за личных совершенно сверху. В общем, сама жизнь, да? Да. То, что преподносится на данный момент жизни, то и служит докладением. Так, а тогда расскажите о своем творческом подходе. Как по-вашему должен работать художник? Ну, это методы у всех равные. То есть, есть какие-то методы, которые я получил в ходе обучения, плюс получил какой-то уже опыт, спустя больше 10-15 лет, как я закончил академию, но в целом подход такой, скажем так, похожий на многих художников, да? То есть художник, в принципе, всю жизнь учится. То есть выдает он результат там за какое-то небольшое количество времени, не сконцентрировавшись, но за этим стоит этот багаж, который не виден, да, но именно он не дает уверенность какую-то и также без возможности делать какие-то свои мысли или придать уверенное впечатление. То есть здесь все одно без другого не существует. А вот Вы считаете, что художник каждый в ней должен работать? Ну, здесь невоззренческий момент, и я думаю, что, ну, как так как и человек, да, то есть каждый выбирает свой метод. То есть я знаю, что художники работают различными методами, вот, и мне кажется, в большей степени важны результаты этих методов. Спасибо. Вот Вашему творчеству свойственно жанровое разнообразие, да, как Вы уже об этом говорили. Вы обращаетесь и к фирморту, и портреты, и пейзаж, и исторические полотна. И все-таки, что Вам ближе? Ну, знаете как, больше, конечно, занимаюсь пейзажем, потому что, ну, как, то есть это, во-первых, и постоянная практика живописная, то есть она как бы, ну, как у музыканта, да, когда он гамма играет, то есть это тоже постоянно, как бы, работа с палитрой, да, гамма, то есть какое-то совершенствование, вот. Просто исторические картины, они занимают гораздо больше времени, не в смысле их создания, да, а сбора материала, то есть антюдного или чтения книг, то есть и как бы продумывание образа, то есть эскизы, то есть, ну, тут есть какое-то небольшое количество эскизов, да, как тем видно, что картина ожидается не всегда быстро, то есть она может, пишется быстро, а замысел он может быть несколько лет и даже десятилетия, но это не про себя говорю, там, вот, про Вану, например, да, мы знаем, что, ну, сколько он это, то есть, в принципе, это похоже по методу, то есть, потому что не всегда получается то, что хочется сразу, а только путем каких-то поисков, и проходит время, знаете, там, вот художники отставляют свою работу, да, как сказать, ну, это у многих такое, да, то есть ты, как это, ну, это вот тут как раз о методе, да, то есть ты оставляешь, потом свежеврязную сумку возвращаешь, да, и ты видишь, что, как бы, как ее можно изменить, улучшить, да, ну, это как бы перешли к садерному свойству, к художникам. Спасибо. И вот как раз мы заговорили об исторических картинах, и такой вопрос в связи с этим. Я поняла, что прежде чем написать историческую картину, естественно, нужна такая подготовка, да, прочитать книгу, вот, в частности, узнать вот одежду, да, вот, которые, вот эти тонкости мундиров, да, вот это ведь очень важно. Ну, то есть зависит от картины, то есть быт, обычаи, мравы, то есть это все влияет на создание исторической картины. Понятно, что создавать историческую картину, да, это, ну, как-то не кино жанра, да, то есть ты еще должен, как бы, продумать некое воздействие на зрителя, самая картина, поскольку она статична, нет движения, вот, соответственно, как бы, ну, прибыли немножко другие, то есть с точки зрения детализации, но все равно, то есть работа идет с книгами, с архивами, то есть стараешься все-таки максимально правдиво подойти. Ну, понятно, что делаешь ошибки, потому что, ну, ты не историк, то есть иногда даже с профессиональными историками консультируешься, то есть, ну, на самом деле это очень серьезно, то есть человек, если к этому подходить, именно с этой точки зрения. Спасибо. Вот на нашей выставке «Многополотен», посвященной войне 1812 года, вот чем вас именно это время, исторический промежуток российский заинтересовал? Ну, знаете, припосновении к войне 1812 года у меня было еще в детстве, просто моя мама в свое время организовывала одно из представлений, которые бывают, ну, праздники на Бородинском поле, и я в детстве побывал несколько раз, ну, два раза на вот это вот сражение, также я снимался в историческом кино, то есть как бы видел эти костюмы, все, вот. Ну, а именно 12-й год он как-то вот с детства оставил какие-то, ну, во мне, как сказать, интересно, да, и уже позже, то есть, ну, эпоха привлекает и костюмы, да, то есть и нравами, и, скажем так, много сюжетов, которые очень, скажем так, современно звучат, то есть, ну, они, скажем там, с полковниками Энгельгардом, да, которые расстреляли, то есть, ну, знаете, все очень так свободненно звучит и всегда может найти как художника в отдыхе, так и у зрителя, потому что, ну, как бы все это перекликается, история с современностью, ну, именно этим привлекает это время, то есть, ну, по-моему, костюмы, да, то есть, это можно восстановить, то есть, эти встречи военно-историческую клубу проходят, то есть, ну, то есть, посмотрите, собрать, не придется. Хорошо, я вам поняла, такой исчезающий ответ, и из этого вопрос вытекает вот следующее. Вот, когда вы обращаете к историческим полотнам, пишете исторические полотна какую-то, поднимаете историческую тему в прежней жизни, вот, что вы этим хотите сказать своим современникам? Ну, я уже, получается, немножко соприкоснулся, да. Я, да, вот это логически, да. То есть, находя какие-то сюжеты в истории, можно всегда найти исторические параллели, да, то есть, как, не знаю, как человеческого подвига, так и, не знаю, там, предательства, то есть, ну, там всегда все стоит на каком-то стыке эмоций, да, и вот это вот в истории, вот этот, ну, как, не знаю, опыт и это, ну, как вдохновляет, и можно почерпнуть, мне кажется, современнику, то есть, как опыт, так и некое сопереживание о том, что происходит, вот, поэтому, как-нибудь таким образом. Спасибо. Вот, может быть, у кого-то из вас есть вопросы, касаемые вот именно творчества, потому что я хочу сейчас задать ряд вопросов немножко другого плана. Может быть, вот вы уже посмотрели картины, какие-то вопросы у вас, у зрителей возникли, вы имеете уникальную возможность спросить у автора то, что вызвал у вас какой-то интерес. Скажите, пожалуйста, а как вообще все начиналось, с чего, откуда пошла ваша любовь, ну, первое, вот эти чувства, когда вас заинтересовало это все, как, откуда? Ну, вы имеете в виду к искусству, да? Да, вообще, вообще. Ну, вы знаете, фундамент закладывался в детстве, то есть, мама моя заметила определенные способности к рисованию, вот, и, ну, дальше там было две художественные школы, то есть Краснопресненская и Масахиша, вот, то есть, ну, достаточно много трудолюбия было, конечно, от того, чтобы достигнуть какого-то вот результаты именно в их премесле, вот, ну, и как лучше, а тут все началось. То есть, мама сыграла роль, да? Ну, по фундаментальному, да, спасибо. Не сами? Нет, ну, знаете, выбор же тоже есть всегда, я могу сказать, что очень много, как бы, вот, знакомых, да, с кем я учился в школе и даже уже в академии, они прекратили деятельность в этой сфере. Изменили, то есть, ну, как бы, по разным причинам, то есть, отказались просто от этого пути, то есть, это еще, знаете, как, чтобы еще, как бы, продолжить этот путь тоже надо, конечно, сказать, иметь какую-то уверенность, то есть, ну, много факторов влияет на дальнейшее развитие. Поэтому, наверное, все-таки от личности тоже многое зависит. Хочет человек продолжать, как бы, направление. Конечно, в детстве мама направила, когда уже личность созрела, да, она уже выбирает себе дальнейший путь, да? Да, как-то так. Ну, спасибо. Да, я хотел спросить, а Вы, вот, пейзаж пишете на пленэре или в мастерской? Ну, знаете, очень много пишу небольших работ на пленэре, то есть, ну, иногда большие работы записываются в мастерской, потому что, ну, как в мастерской, другое, как сказать, помещение по-другому все освещается. То есть, когда ты нахожу на пленэре, там все время, ну, если вот, когда писали на пленэре, да, представляете, поменяется свет, цвет, рефлексы, и когда ты работу приносишь в помещение, она не так смотрится, как тебе казалось на пленэре. Понятно, что с опытом ты эти вещи учитываешь, но очень часто работы большие, да, ты дорабатываешь в мастерской, ну, как бы, с учетом поправок. Вот, а так, пленэр, конечно, потому что вот это впечатление, то есть, во-первых, на работу в натуре, она, выставляет больше удовольствия, несмотря на какие-то экстремальные условия, там, мороз, там, да, дожди, то есть, там, ветер, или, там, какая-то жара, но в целом все равно нахождение в среде дает наиболее живое впечатление, которое ничего не заменит. еще кто-то хочет спросить? Тогда я спрошу. Вот, дорогие друзья, у нас на нашей выставке лишь малая толика тех получен, которые свой, скажем, малый, такой, небольшой возраст. Я все время это подчеркиваю, потому что очень, скажем, редко человек с одного возраста достигает таких больших успехов. И вот очень здесь малая толика тех получен, которые создал Семен. И вот я хочу, чтобы он немножечко рассказал о, вообще, сколько вы создали по мутингу этого времени. И я знаю, что у вас много серий, вот, зарубежная серия, там, коломенская, вот, несколько слов об этом. Ну, у меня картин чуть больше полутора тысяч на данный момент написано. В большей степени, конечно, пейзажа, потому что, когда я путешествую, собственно, достаточно быстро обождают эту серию. То есть, есть определенный метод, да, работать на пленэре, то есть, ты приезжаешь на место намного и мобилизируешь, то есть, там, выбираешь, ну, вот, могу, как о методе сказать, да, выбираешь место, значит, день или два ты ходишь, выбираешь точки, а потом, ну, за две недели, фактически, так как бы, с учетом того, что тебе надо потом вернуть, чтобы-то все высохло, да, то есть, ты пишешь работы, то есть, продуманная, как это все потом, как бы, вернуть, ну, как бы, бывает 20 дней, вот, так сказать, не всегда по погоду, как бы, понятно, что может соответствовать. Таким образом, вот, путешествуя, в путешествиях рождаются серии, то есть, где-то серия родилась, вот, как с коломенским, просто этот парк, ну, во-первых, мы посещали, когда учились в ночной школе с практикой, вот, то есть, уже тогда я, как бы, узнал, что это очень красивое место в Москве, а потом, собственно, мне, как бы, нравился этот парк, то есть, там, всегда приходил, когда пишется, когда все цвело, то есть, ну, там, очень много цветущих деревьев, вишневых и яблонь, вот, и постепенно просто родилась серия, то есть, там, порядка ста с лишним картин, вот, ну, у меня вот недавно была выставка, как раз, в коломенском, посвященная именно этой серии картин, вот, и серии рождаются постепенно, то есть, я их, как-то, даже, получается, в неком смысле систематизирую, потому что работ много, вот, ну, это, как бы, определенная систематизация, мне так проще, то есть, например, там, ну, за границей она тоже делится на, ну, все или Греции, там, не знаю, Италия, Великобритания, то есть, я возвращаюсь на эти места, то есть, эта, как-то, серия продолжается, то есть, происходит какое-то, знаете, там, иногда осмысление, то есть, к этой серии возвращаюсь спустя какое-то время, то есть, и какие-то другие картины, ну, таким образом. Спасибо, ну, вот, пожалуйста. Я хотела спросить про Китай. Вы были в Китае, там выставка у вас была, да, и что еще вы отключили? Знаете, в Китае я был как о краткосрочной поездке, то есть, всего три дня, поэтому, ну, краткое, в общем, было знакомство с Китаем, приглашала, как бы, встречающая страна со стороны Китая, я был в Чанчуне, этот город, ну, так вот, если кратко сказать, да, известен в истории тем, что в этом городе жил последний китайский император Пуи, по имени. Вот, ставлю в Японии, вот, они очень любят в Китае. А вообще культура интересная, то есть, у нас с Китаем все время идет культурный обмен, вот, и у них, скажем так, интересное мышление, то есть, у них же письменность другая, да, то есть, они фактически мысли-то образные, поэтому, в некотором смысле, каждый китаец часть их художник, но они переградили снимаются, да, поэтому, такое мышление другое, то есть, очень любят живопись, вот, и, ну, не знаю, то есть, то есть, я считаю, что их у меня не было возможности там пописать, да, то есть, поскольку просто я был ограничен на времени, но сама по себе культура достаточно интересная, то есть, и на протяжении, там, многих лет идет культурный обмен, то есть, и я как-то в нем тоже отчасти участвую, то есть. Ну, еще все впереди, да? Ну, мы надеемся, да. Спасибо. Ну, есть еще к Семену вопросы, как художник. А что вы в Италии делаете? Знаете, в Италии, ну, как бы, просто, было знакомо с культурой, ну, так же, как я вот, был в Греции, да, то есть, ну, это, как бы, отдых, совмещенный с пленером, то есть, выбирая... Как вы там время провели? В Италии? Ну, в Италии было два раза, то есть, фактически месяц там было, то есть, вот, в Греции намного больше было, то есть, в Греции было там... Греция ближе к вам, да? Ну, просто Греция, скажем так, да, по культуре, то есть, фактически, то искусство, которым я занимаюсь, как бы, корни в Италии и в Греции, да, то есть, ну, возможно, просто на данный момент там Греции я был больше. Ну, просто вот интересно, да, то есть, в каком смысле, то есть, когда ты изучаешь культуру Греции в учебнике, это одно, а потом, когда ты видишь эти объекты вживую, это, ну, совсем другое впечатление. То есть, учебник, он, как бы, знаете, какой-то создает некий миф, а иногда ты видишь этот объект в жизни, а этот миф иногда даже и рушится. Потому что ощущение от живого объекта, оно не всегда, как бы, такое, как ты учил, да, то есть, читал бы ты, архитектурой. Да, с природой и архитектурой. Ну, да, ну, я вот прогресс могу сказать, что вот это вот ощущение было некой такой вот диссонанса, это Кносский дворец, да, там, такой, как бы, восстановленный памятник, да, и все объекты, конечно, есть объекты, которые по своей, как бы, внешней стороне, они, как бы, соотносятся с каким-то культурным свойствам, но просто есть объекты, да, которые ты видишь, и в учебнике ты получил какую-то информацию, а вживую ты чувствуешь, что это, как бы, иное какое-то, скажем, совершенно впечатление. Расчарование? Ну, это не расчарование, а, скажем так, ты понимаешь, что здесь от памятника не осталось практически ничего, то есть он практически вновь воссоздан, вот, и это чувствуется, ну, то есть, на некоторых взятках, то есть, ну, сейчас вот, к сожалению, многих планетиков разрушаются, да, ну, тем не менее, культура филосийцизма, да, она же, собственно, из Греции к нам пришла, да, то есть в архитектуре она живет, да, то есть и в искусстве тоже, как бы, какие-то приемы, там, в скульптуре, да, то есть каноны разработаны, время и время, и все, как бы, остается и живет, так же, как в нашем городе, в общем-то, так, в частности. Ну, если, говорю, еще нет вопроса к Семену как к художнику, то мы сейчас попробуем задать ему вопрос просто как человеку и как личности, раз мы уже сказали, что он личность широких интересов, например, такой вопрос. Что Вы больше всего цените Вашим друзьям? Они есть, друзья? Нет, друзья есть, да. Я не знаю, друг, друзья, кому, ну, даже не знаю, может, как это так. Мне кажется, как-то друг друга ценят за то, что он просто есть, то есть это же человек, с которым ты идешь по жизни. Какие-то человеческие, либо личные качества, как бы, ну, они, наверное, разные, знаете, как у меня друзья есть, у нас какие-то даже точки зрения на искусство разные, да, но, тем не менее, мы друзья. Ну, то есть, как бы, поэтому тут, это так сформулировали точно, да, ряд каких-то человеческих качеств, которые позволяют просто с этим человеком... Считать его своим другом. Да, 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 по жизни, ну, потому что бывают у нас разные точки зрения на что-то, но, тем не менее, это не является там... Препятствием для других. Да, да, да. Спасибо, я поняла, конечно, я поняла. А вот такой еще вопрос. Если бы не собой, то кем бы Вам хотелось бы быть? Если не художником, ну, давайте поуже сделаем, если не художником, кем бы Вы себя видели в этой жизни, или никем, другим, иным? Ну, не знаю, не готов сыграть. Не думали никогда, наверное, да? Да. Наверное, было предназначение быть художником, и поэтому, наверное, даже не задумывались об этом. Ну, скорее так, да, то есть, ну, просто, как бы, да, действительно, не было такого какого-то... Нет, просто иногда творческие личности, они наряду там живописью что-то еще пытаются делать, в общем-то, ну, скажем, что-то писать или фотографировать, но Вам, Вас живопись, в общем-то, заполняет все, да? Ну, можно и так сказать. Не, ну, есть какие-то увлечения, да, которые присутствуют, но они, которые, мне кажется, только дополняют, то есть, предполагают. То есть, ну, вот живопись, да, это, как бы, основная форма, как бы, самореализации, да, то есть, ну, понятно, что есть какие-то сопутствующие с этим вещи, да, если, как бы, если говорить о шароте интересов, то мне много интересного, и где-то, то есть, я самообразовывающе, то есть, ну... Причем разумно, то есть, там, начинает юридически, да, то есть, заканчивая, там, я знаю, там, дюорским дизайном, там, условно говоря, маркетингом, да, там, и, как бы, все это тоже интересно. Ну, я думаю, маркетинг, ну, как эту книгу продавать, там, дальше, то есть, это, как бы, у книги есть, ну, как бы, должна быть своя жизнь, да, то есть, она не должна, там, где-то, пылиться на полках, то есть, тоже, тоже стараюсь это, как бы, продумать, потому что время непростое, то есть, ну, все знают, что часто, как бы, все переходит в электронное, да, то есть, и... То есть, то есть, поэтому, если об этой проблеме задумываться, то есть, ну, как бы, она тоже, как бы, дает какие-то новые идеи, в том числе, может быть, в творчестве, ну, это не какая-то прямая связь, а просто, как, вот, мы живем, такой, техногенный, да, то есть, когда-то технически, то есть, ну, тем не менее, вот, все это существует и гармонично в это время. Я поняла, что, вот, жизнь, она сама расширяет сферу ваших интересов, и вы всем, со всем, с чем вы соприкасаетесь, вы стараетесь вникнуть и достичь хорошего результата, вот, в каждой из этих сфер, ну, это достойно уважения, потому что не все подобным путем идут. Так, вот еще такой галерзный, может быть, вопрос. Качество, которое вы больше всего цените именно мужчине? Мужчине, ну, сложно сказать, я вот в людях ценю, как бы, такие основные два качества, это доброта, цель, честность, вот, так, мужчине. Ну, вот, ему тоже это, очень хотелось бы в нем видеть, да? Ну, думаю, да, то есть, ну, я как-то про мужчин точно могу сказать, ну, в людях вот это и по качеству. Спасибо. Так, ну, и еще, может быть, один вопрос, вот, из нашего разговора мы поняли, что вы были во многих странах, там, Италия, Греция, Китай прозвучали, там, Англия, да, еще. Ирландия. Ирландия, да. Ну, в какой-то вы были больше, провели время в какой-то меньше, а вот какая-то страна на вас произвела больше впечатлений, что вы захотели мне остаться и жить? Или хотя бы возвращаться часто? Нет, ну, знаете, ну, я возвращаюсь в какие-то страны, да, то есть, в Куринезе так, как бы, хотелось бы жить в России, да, то есть, у меня, это моя родина. Вот. Какие-то страны привлекают, да, то есть, когда ты путешествуешь, то есть, ну, выру, чем привлекает это, палитра, да, то есть, другая. То есть, когда ты приезжаешь на Средиземноморье, то есть, там просто... Ну, собственно, как художник, просто, вот, на лесной красок, да? Ну, то есть, таким образом, когда ты возвращаешься сюда, ну, вот, как я говорю, как картину отставляешь, ты возвращаешься сюда, и здесь, как бы, другие гаммы, там, то есть, более, как бы, тонко чувствуешь, так называем, наши зеленые цветы, которые свойственны именно нашей средней полосе, да, то есть, там же все выгорает на юге, вот, то есть, ну, это вот, как бы, смена полюсов, она, как-то, влияет, вот, и иногда позволяет на какие-то, как-то, так, объекты, которые ты хочешь запечатлеть, более остро посмотреть. Спасибо. Ну, у наших уважаемых зрителей есть какие-то еще вопросы? Ну, если вопросов нет, они могут, наверное, потом задать. А, кто-то, я не вижу, а, извините за фотографию. А скажите, пожалуйста, есть у вас какие-нибудь последователи ученики, которым вы передаете свой опыт, наскорство, знания? Знаете, просто, ну, были люди, которые хотели учиться, да, то есть, у меня, но просто, так, на все время не хватает, то есть, это надо просто очень, ну, как я сказал, что я всем очень, как бы, подхожусь серьезно, да, то есть, если, как бы, заниматься этим вопросом, то есть, надо выделять какое-то время и доводить до какого-то определенного уровня, а не так-то, да, ну, как бы, два-три уроку, и как бы, просил. То есть, надо, как бы, тогда просто по-другому ко этому относиться. Хотя регулярно, как бы, интересуются, просил, там, давать урок, как вы, газоподиваете, да? Консультируйте. Ну, в некотором смысле, да, то есть, чем могу, там, как бы, передаю каким-то своим знакомым художникам, которые дают уроки-то, вот так, ну, да, ты шив человек все-таки свое стремление не бросал, то есть, ну, просто пытаюсь объяснить, что нам на все нужно время, чтобы все было хорошо, как бы, например, для луна. Спасибо. А бывает у вас перепад настроения? Вот, например, хочется писать, писать, а потом раз – все, тишина. Набираешься, набираешься, потом опять писать. Не, ну, конечно, как бы бывает, что, как бы, какие-то паузы берешь. Ну, я легко переключаюсь, потому что, ну, как я говорила, есть, как бы, на что переключиться. То есть я же не только пишу. А что вы еще? Ну, то есть, ну, знаете, организация выставки – это тоже определенное, да, нужно время, да, то есть… Да, вот это все. Как бы подготовиться к всему, да. Сколько надо времени подготовиться к выставке? Ну, знаете, в общем, по-разному, то есть… Ну, приятно. От месяца до нескольких лет. Зависит от выставки. То есть… В колоннецах на выставках готовятся за два года. То есть там ставится все в план, вот. Дальше начинается подготовка, разрабатывается концепция, это все презентуется. Ну, то есть, по-разному везде. И работы отбираются, и появляются какие-то накладки, которые надо исправлять, тоже очень часто такое бывает. Ну, то есть много различных моментов таких, как… Книгу тоже, когда делал, то есть возникли какие-то вопросы, о которых не задумывалось. Пришлось тоже решать, ну, то есть и выставку точно так же. Да, то есть… Никакие непредвидения вещи могут возникать, и приходится к этому походить. Противно. А где вы храните свои картины? А это вам зачем? Да нет, где-то они должны быть быть. Нет, ну, это просто вопрос-то. Нет, ну, есть хранилища, какие-то, да, есть… Не дома, нет. Есть специальное хранилище, потому что они все… По комнату их много. Ну, они все время живете, и бывают они на выставке, правда? Ну, конечно, нет, есть хранилища, конечно, как бы… Оно не совсем узеленное, но как бы максимально, чтобы они делились, и чтобы там был нормальный температурный влажный режим, то есть там это все… Ну, потому что, в принципе, от перепадов температуры, ну, вы знаете, да, там, и от влажности они все равно… Ну, картины повреждаются, то есть даже если часто будет падать температура из-за того, что… То есть пусть как бы крем натягивается, и потом провисает холст, если особенно грунт пересушенный, ну, то есть пересушенный, значит, там уже несколько десятков лет от его создания, то это не полезно. Поздаются как и Юра, то есть… Ну, там есть, знаете, такое вот условное понятие, оно в большей степени относится к аукционам, когда более тридцати процентов утраты у картины считаются уже не авторской этого художника. То есть, в принципе, сохранение картины – это тоже целая воздействие такая стереоза, надо думать, потому что выставки идут, да, то есть многие картины выставляются десятилетиями, то есть, и все это надо как-то продумать, чтобы… В этом деле надо много помощников, да? Не, ну, есть реставратор, конечно. Не то, что много, но есть там человек, который мне негативно помогает, то есть есть… Бывают, к сожалению, повреждения картин при перевозке, при подготовке выставки, то есть вот такой момент, житейский, поэтому, ну… Есть реставраторы, да, специально обучены, то есть это отдельная профессия, понятно, что она соприкасается с живописью. Кстати, первый реставратор был Рубенс, он вез подарок от одного короля к другому, картины были в трюме корабля, корабль затопило, и он пол… ну, то есть всякая коллекция, наполовину картины были повреждены идеей, чтобы, так сказать, выручить короля, поскольку это был дипломатический подарок Рубенс. Ну, как бы сейчас реставраторы возмутились, но тогда он просто переписал нижнюю часть у каждой из картин, восстановив, как бы, поврежденные картины. Ну, то есть то, что это бывает, и уже тогда, то есть это был такой момент. Спасибо. Я думаю, мы много сегодня узнали о Семене Кожниках и о живописце, как и о человеке. И последний традиционный вопрос – планы на будущее. Ну, планы на будущее я надеюсь писать, продолжать писать, да, делать выставки, то есть какой-то небольшой предварительный план по выставкам уже есть, то есть по России, то есть там, в нескольких музеях. То есть вот как-то так, наверное, вкратце. Я хочу сказать, что в 2013 году Семен Кожин принимал участие в выставке Союза русских художников «Я шагаю по Москве», которая проходила здесь, в Коломне, в доме Озерова. И в связи с этим я хочу, чтобы эта выставка была не последней, вот та была коллективная, персональная. И вот ваши планы, которые писать, писать и выставляться, мы ждем вас и через год, и через два, и через три. И хочу предоставить вот сейчас слово как раз директору нашего культурного центра Галины Владимировны Дроздовой, которая тоже скажет несколько слов. Дорогие друзья, я думаю, что выражу общее мнение, и хочу сказать, что мы все с вами очень рады и благодарны за возможность познакомиться с творчеством очень интересного художника. Да, он действительно молодой художник, у него очень много впереди и планов, и много задач, которые он ставит перед собой. Но я надеюсь, что наша колонна не оставит вас равнодушным, да, и надеюсь, что она тоже послужит для вас источником вдохновения, потому что наш город имеет свою необыкновенную историю, и он тесно связан с Москвой, да, своими историческими корнями. И вы бывали здесь, да, значит, неоднократно, и я думаю, что будет повод к вам приехать сюда в колонну, поближе познакомиться, мы покажем вам все замечательные исторические и просто, скажем, красивые природные уголки. И я надеюсь, что какую-то выставку вы потом посвятите колонне. Так что мы действительно будем держать в планах, да, такое сотрудничество с вами, и я думаю, что в следующий раз, когда мы встретимся на вашей выставке, то мы сможем показать уже много ваших работ во всех наших залах, и я думаю, наши зрители, они будут с нетерпением ждать этого момента. Вот, ну, я хочу тоже от всех нас пожелать вам удачи, хорошего, такого тяжелого труда, да, потому что это и вдохновение, это и по результатам уже и полученные работы, да, то есть когда вы делаете выставки, я думаю, что все сами согласятся, зрители, что каждая выставка это откровение и открытая душа художника перед зрителями, да, то есть мы с вами можем не видеть художника, но мы сразу поймем, да, что это за человек, да, и нам хочется на будущее, да, еще познакомиться с вашими работами. Спасибо вам огромное, и на память о сегодняшнем трехмиссаже, позвольте я вам вручу вот такое наше свидетельство. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел бы вас благодарить за возможность сделать эту персональную выставку и хотел передать вашему культурному центру дар картину «Дерево черное нам». АПЛОДИСМЕНТЫ Успехи художника, многочисленные выставки в России и за рубежом, публикации в различных изданиях свидетельствуют о творческой востребованности, подлинном таланте и необыкновенной трудолюбии и упорстве. Возможно, именно благодаря этому редкому сочетанию Семену Кожину удастся преобразить окружающий мир, сделать его светлее и хоть малую толику приблизить его к совершенству. Будем надеяться, что и эта выставка «Страна великого народа» в культурном центре Домозерова тоже внесет свою небольшую лепту в это непростое, но очень важное дело. Спасибо большое. Наша выставка открыта. И сейчас для вас, для всех музыкальных 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 Продолжение следует...